Более тысячи работ декоративно-прикладного искусства, учащихся школ и учреждений дополнительного образования прошли первый отборочный тур конкурса «Веснушка». И теперь члены районного жюри оценивают и отбирают лучшие для участия в финале творческого марафона. Конкурс поразил меня обилием креативных поделок, разнообразные материалы. Очень приятно, что в нашем городе дополнительное образование и в районе представлено просто обильно и забильно. Это работа Павленко Варвары, руководитель, это педагог нашего центра Пчелкина Мария Александровна. Работа выполнена очень грамотно с точки зрения техники. Холодный батик, контурная роспись. Она замечательная по цвету и еще это очень веселый рюкзачок, который ребенок сможет одеть, поразить друзей и подруг. Более 60 видов разнообразных техник прикладного искусства были представлены на суд требовательного жюри, члены которого мастера высокого класса. Этот клоун кукла, марионетка, изготовлена с большой любовью, с интересной куклой, с интересной работой. Я думаю, что она когда-нибудь станет персонажем одного из наших спектаклей. Ну вот сделал ее мальчик Константин Соколов, 15 лет. Молодец, все выполнено с качеством хорошим, с выдумкой. Работы декоративно-прикладного искусства оценивались по следующим критериям. Качество и техника исполнения, композиция, оригинальность, выдумка, фантазия, культура исполнения и оформление выставочных работ. Дерево необыкновенный, природный, теплый материал. И когда ребята заканчивают уже работу над изделием, убирают разметочные линии, очень хочется буквально прижаться щекой к своей работе. Даром же деревянные дома были традиционно на Руси. Вот это тепло, они и изделия сейчас, несмотря на то, что дома стали каменные, вот эти работы, они сохраняют тепло природного материала. Фестиваль-конкурс «Веснушка» в районе проводится в 24-й раз. С каждым годом желающих принять участие в нем становится все больше. Мы выявили уже победителей, отсмотрели хореографию, отсмотрели чтецов. Чтецов было около 200 человек со всего района. Это, конечно, в один день было отслушать, жюри было очень сложно, но и жюри получило удовольствие, увидев, как дети читают, какие произведения берут. Финал фестиваля-конкурса «Веснушка» состоится 4 мая в кинотеатре «Искра». На этом празднике дополнительного образования победители будут награждены, а аккордом марафона станет большой гала-концерт.